Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 30 июня и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар со вчерашнего дня начала свою коррекцию. Коррекция подходит к ключевому уровню 1.12.0.23. Уровень достаточно сильный, но учитывая уже второй подход, думаю пробьет и дойдет сегодня до уровня 11.770. Если здесь начнет разворачиваться опять, то возможно будет еще один подход. Посмотрим. Франк вчера достаточно сильно взлетел вверх и сейчас согласно расчетам по этому движению, его потенциал покупок ограничивается уровнем 0.95.660. То есть здесь в принципе можно подождать окончание покупок и уже тогда разворот. Что тогда сходится с вероятностью того, что и евро пойдет до уровня 1.11.770. У фунта однозначные продажи. Продажи и тут потенциал сегодняшних продаж это уровень 1.22.0.234. Здесь я жду движения, конец движения на сегодня именно. Канадский доллар сейчас к сожалению находится во флете и особо каких-то интересных моментов здесь нет. Точек входа тоже нет. Австралийский доллар тоже находится во флете, но единственное, что радует, есть определенные порывы, достаточно сильные от уровня 0.68.820 и пока что по предварительным расчетам потенциал продаж все-таки австралийского доллара это уровень 0.68.154. Новозеландский доллар также имеет потенциал свой продаж, то есть выход из этого флета накопления произойдет сегодня как минимум к уровню 0.63.853. Рена достигла максимума своих покупок уровень 107.848. Сейчас происходит определенная, я бы даже сказал, фигура формируется разворотная. Будет как минимум, я думаю, коррекция и пока что сигналов ни на покупку, ни на продажу нет, поэтому будем ждать, смотреть. Золото со вчерашнего дня идет в очень узком коридоре. Коридор достаточно четкий, прям копейка в копейку, нижняя граница, верхняя. Вообще, по моим расчетам, золото должно было дойти до уровня 1777.47. Ну, я думаю, сегодня это произойдет и уже здесь нужно будет смотреть. Этот уровень достаточно сильный, это последний максимум к тому же. Если его пробьет, то будем смотреть дальше движение, можно будет рассчитать, куда пойдет золото. Если он нырнет ниже уровня 1766.71, то пока с покупками повременим, посмотрим, какое движение сформирует золото. Нефть сейчас проторговывается над ключевым уровнем 4137. От этого уровня я ожидаю движение вверх по нефти и движение к уровню 42.62, это, по крайней мере, на сегодня. По факту посмотрим, если этот уровень будет пробит, можно будет покупки оставить, но у этого уровня нужно будет смотреть, чтобы... Ну, может, волатильности просто не хватит в нефти, поэтому пока что этот уровень на сегодня мы смотрим. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерская компания Markets. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле.